Всем привет! С вами Тестовый лабораторий Oldie Computers и я Владимир Смирнов. Сегодня мы будем тестировать смартфон, защищенный от влаги и пыли по стандарту IP67. Philips Xenium W8500, способный работать с двумя сим-картами и имеющий весьма приличное заявленное время автономной работы. Комплект поставки. Сам смартфон. Блок питания с выходом USB и выходной силой тока 1 А. Кабель для зарядки и синхронизации. Недорогая стереогарнитура. Тряпочка для протирки экрана. Пленка, которую по желанию можно наклеить на экран. И набор инструкций на русском языке. Внешний вид. Задняя панель. Здесь находится камера с разрешением 8 Мп, светодиодная вспышка, отверстие встроенного динамика. Сама задняя панель выполнена из паровизиненного пластика, так что телефон в руке не скользит. Сверху находится кнопка включения, выключения и блокировки аппарата, а также защищенный от влаги и пыли разъем для подключения проводной стереогарнитуры или наушников. На правом торце находятся две кнопки регулировки громкости. Внизу защищенный порт USB для зарядки и синхронизации. На передней панели расположен речевой динамик. Камера с разрешением 1,3 Мп, ниже экран с диагональю 4,3 дюйма с разрешением 960 на 540 точек, что дает нам 275 точек на дюйм. Под экраном три сенсорные кнопки назад, домой и меню, а также встроенный микрофон. Габариты смартфона 132 на 71 на 12,3 мм. Вес 172 грамма. Технические характеристики. Процессор. Двуядерный Qualcomm MSM8625 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Оперативная память 768 Мб. Внутренняя память имеет объем 4 ГБ, из которых пользователю доступно 2. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth версии 3.0, GPS. Аккумулятор литий-ионный, емкостью 2400 мАч. Операционная система Android 4.1.2. Начнем с экрана. Он в меру яркий и сочный. Углы обзора также достаточно неплохие. И только глубина черного оставляет желать лучшего. Теперь тесты. Для начала квадрант стандарт. А пока идет тест, расскажу о результатах тестирования, времени автономной работы. Для этого теста мы выключили все беспроводные интерфейсы, поставили яркость экрана в среднее положение и запустили фильм. В таком режиме смартфон продержался 9,5 часов. Хороший результат. Тест завершился, и он поставил системе 3238 баллов. Следующий тест Antutu Benchmark. Поставил в системе 8566 баллов. Посмотрим, сколько одновременных нажатий воспринимает экран устройства. Одновременно экран способен распознать 5 прикосновений. Подведем итоги. Отличный и дорогой смартфон для любителей активного отдыха. Он выдержит и попадание под дождь, и падение в песок. Несколько дней без подзарядки без проблем протянет. Да и по уровню производительности, на фоне конкурентов из того же ценового диапазона, он смотрится вполне неплохо. До свидания.